Абилити Аккумплищ Энгер Анной Ансер Аск Ассистент Авер Эбилити максимально соответствует русскому слову способность или умение. Эбилити – это существительное наун. Синонимами данного слова являются, помимо самого слова ability. Это skill, competence, talent and capability. Антонимом данного слова является слово inability – невозможность, неспособность. Word number one – ability. Ability is a natural tendency to do something well. Умение или способность – это природная склонность делать что-то хорошо. I admire his ability to stay calm in difficult situation. Мне нравится его способность оставаться спокойным в сложной ситуации. Следующее слово, слово-синоним – это skill, которое также переводится как умение. Но skill – это умение что-либо сделать, но не природное, а результат тренировки или определенного опыта. Portrait painting needs a lot of skill. Рисование портретов требует большого мастерства, то есть глубоких умений. Следующий пример. This job will help you develop management skills. Эта работа поможет тебе развить управленческие способности. Competence. Компетенция – это именно склонность, ваше личное качество, которое помогает вам иметь возможность хорошо выполнить работу, задание. Does she have the necessary competence in foreign languages? У нее есть необходимая компетенция в иностранных языках. Talent. Talent – это необычная природная одаренность, особенно которая касается каких-то артистических моментов, то есть что-то, что связано с творчеством. She's done well in the theater. We always knew she had talent. Она отлично справилась в театре. Мы всегда знали, что у нее есть талант. Capability – это именно практическое умение что-либо делать. We have the capability to produce a better machine than this. У нас есть возможность производить на практике более качественные машины, чем эти. Антоним у нас представлен только один. Inability. Невозможность. Inability means the state of being unable to do something. Состояние невозможности сделать что-либо. Accomplish – это глагол, verb. И синонимом данного слова является achieve, carry out и pull off. Как видите, carry out и pull off – это вообще фразовые глаголы. Accomplish means to do something successfully. Accomplish означает делать что-либо успешно. То есть, завершить успешно начатое дело. Accomplish – to do something successfully. The example is you won't accomplish anything by arguing. Ты ничего не добьешься, ссорясь. Ты не добьешься хорошей цели, если будешь ссориться. Achieve. Achieve – опять же переводится как достигать чего-то. Смотрим на толкование. Achieve means to succeed in doing something after trying very hard. Achieve означает добиться успеха после очень усердных попыток это сделать. Have you achieved all your aims? Ты достиг всех своих целей. Следующий пример. The company has achieved great success in the USA. Компания достигла огромного успеха в США, в Соединенных Штатах Америки. Связочка carry out означает to do something, especially something that has been planned. То есть, carry out – это что-то сделать. Сделать в особенности то, что было запланировано. Довести это до какого-то результата. Doctors carried out tests on the patients. Доктора провели тесты на пациентах. The police are carrying out a search for the missing man. Полиция проводит поиск пропавшего мужчины. Pull off. Pull off means to succeed in doing something very good. Especially if it is unexpected. Pull off имеет значение успешно что-либо сделать. Причем для вас это было неожиданно. Unexpected. Неожиданно. The deal will be great for the company if we can pull it off. Сделка будет очень хорошей для нашей компании, если мы ее завершим. Anger – это существительное. То есть, слово отвечает на вопрос «что?». Его вариантами перевода могут быть слова «гнев», «злость», «раздражительность», «ярость» и так далее. То есть, варианты есть. Синонимами помимо «anger» являются слова «annoyance», «irritation», «resentment», «fury» и «rage». Целых пять синонимов. Противоположное по значению слова «антоним» – это «calmness», то есть «спокойствие». Anger. Anger – it's a feeling of being very annoyed. Злость, ярость – это чувство того, что ты очень раздражен. Он сумел контролировать свой гнев. Она не смогла спрятать гнев, который она чувствовала. Hide – anger – это спрятать гнев или вскрыть гнев. Annoyance – это существительное. Раздражение. Это снова чувство. It's a feeling of being slightly upset or impatient. Annoyance – это чувство, когда ты слегка расстроен или нетерпелив. There was a tone of annoyance in her voice. В её голосе звучал тон раздражительности или нотка раздражительности. Irritation. It's a feeling of being annoyed and impatient. Раздражение. Это нечто среднее, друзья мои, между данными двумя чувствами. Irritation – это просто ощущение, когда ты недоволен, то есть раздражен и испытываешь чувство нетерпения. She watched with irritation as he tried to fix the wheel again. Она смотрела с недовольством, как он снова пытался починить колесо. Resentment. Resentment – it's the feeling of being angry and upset about something that someone else has done. Недовольство. Недовольство – это чувство, когда ты испытываешь злость и расстройство из-за того, что кто-то что-то там сделал. The decision caused a lot of resentment among local people. Это решение вызвало много недовольства среди местных людей. Следующая степень гнева – это fury. Fury – это очень сильный гнев. Мы можем перевести его русским словом «ярость», когда этот гнев уже абсолютно не поддается контролю. Fury – it's a very strong anger. Fury – это очень сильный гнев. He shouted at us in fury. Он кричал на нас в ярости. И последний из наших синонимов – это rage. Rage – it's a sudden extreme anger. Неожиданный сильный гнев. Her face was red with rage. Ее лицо покраснело от ярости. Это противоположно по значению слова. Calmness. The state of being quiet and calm. Ощущение, когда вы чувствуете спокойствие и безмятежность. Anoy – это глагол. Annoyance – это существительное. Anoy обозначает раздражать или выводить из себя. Синонимом слова annoyed также является слово irritate. И мы с вами помним слово irritation, которое, опять же, разбирали на прошлом уроке. А также два новеньких слова для вас – bother и bug. Антонимами данных слов, данных понятий являются слова please, то есть удовлетворять, угождать человеку, и delight – доставлять удовольствие. Давайте прочитаем, что же такое annoyed. Annoy means to make someone feel slightly angry or impatient. Annoy обозначает заставлять кого-то чувствовать. Легкий гнев или нетерпение. Their rude behavior really annoyed us. Их грубое поведение очень разозлило нас. Irritate means to make someone feel angry or impatient. То же самое, мы видим практически то же самое определение. Заставлять кого-либо чувствовать. Гнев или нетерпение. It irritates me when the trains run late. Меня раздражает, когда поезда приезжают поздно. Bother means to make someone feel slightly upset or irritated. Bother обозначает, что вы заставляете кого-то чувствовать. Легкое расстройство или легкое раздражение. It bothers me when it takes so long to get a reply. Меня беспокоит, когда уходит столько времени на получение ответа. Bug means to make someone feel slightly angry, especially for a long time. Bug обозначает заставлять кого-либо чувствовать. Легкий гнев. Особенно, когда вы это делаете на протяжении долгого времени. То есть, вы долго раздражаете человека. И bug можем так и перевести, как раздражать. That noise is really bugging me. Этот шум действительно раздражает меня. It's bugging me that I can't remember his name. Меня раздражает, что я не могу запомнить его имя. Please обозначает to make someone happy or satisfied. Удовлетворить кого-то. Это значит сделать его счастливым и сделать его довольным. И слово delight, глагол delight, также переводится как удовлетворить кого-то. To give great pleasure to someone. Доставить кому-то большое удовольствие. То есть, delight выражает большую степень удовольствия, чем please. На повестке дня у нас с вами синонимы. Помимо слова answer, reply, response и acknowledgement. А также антоним, то есть, противоположное по значению слова, это question. Ответ answer – это что-то, что вы говорите или пишете, когда кто-то задал вам вопрос. Смотрим пример. The answer to your question is yes. Ответ на твой вопрос – это да. Теперь слово reply, которое имеет очень схожий смысл, очень схожее значение. Reply means an answer, especially to a letter or telephone call. Reply обозначает ответ, но, как правило, ответ либо на письмо, либо на телефонный звонок. We wrote last week, but haven't had a reply yet. Мы писали на прошлой неделе, но до сих пор не получили ответа. И следующий пример. We had six replies to our advertisement. Мы получили шесть ответов на наше рекламное объявление. Let's read the meaning. Response means something that you do or say as a reaction to something. Response – это что-то, что вы делаете или говорите в качестве реакции на что-либо другое. There was no response to our call for help. Не было ответа на наш зов о помощи. The changes produced an angry response from customers. Изменения вызвали агрессивную реакцию от посетителей, от клиентов. Следующее слово, довольно-таки длинное. Acknowledgement. Acknowledgement means a letter or note sent to say that something has been received. Acknowledgement лучше перевести как подтверждение. Оно обозначает письмо или записку, которую высылают, если что-то было получено. То есть, как подтверждение запроса. We didn't even receive an acknowledgement from the council. Мы даже не получили подтверждающего письма от совета. И также вам может встретиться термин. A letter of acknowledgement. Письмо-подтверждение или письмо-ответ и антоним. Антоним, то есть, противоположное по смыслу слова. Это question. Question – вопрос. Question means a sentence which needs an answer. Вопрос – это предложение, которое нуждается в ответе. Слово ask, спрашивать, demand, beg и request. Все четыре слова можно перевести на русский как спрашивать. Итак, что же такое ask? Самое базовое значение. Ask means to put a question to get someone to do something. Ask обозначает задать вопрос, чтобы... To get someone to do something. Чтобы заставить кого-то сделать что-то. Ask your father to teach you how to drive. Попроси своего отца научить тебя водить машину. Can I ask you not to make so much noise? Я могу попросить тебя не делать так много шума? Demand means to ask firmly for something. Demand обозначает настойчиво просить чего-либо. Поэтому demand очень часто переводится как требовать. I demand an explanation for your behavior. Я требую объяснений твоего поведения. Beg means to ask someone in an emotional way to do something or give something. Beg обозначает просить кого-либо эмоциональным способом что-либо сделать. Самый ближайший вариант перевода это умолять. Умолять о чем-либо. His mother begged him not to go. Его мать умоляла его не идти. He begged for more time to find the money. Он умолял дать ему больше времени, чтобы найти деньги. Request means to ask for something politely or formally. Request обозначает просить чего-либо. Вежливо или формально. Очень близкий вариант перевода это делать просьбу. Выражать просьбу, запрос и так далее. I'm enclosing the leaflets you requested. Я посылаю брошюры, которые вы просили. Guests are requested to leave their keys at reception. У гостей требуют оставлять их ключи на ресепшене, в приемной. Мы с вами выучим четыре синонима, которые можно перевести словом помощник. Assistant это существительное noun. Помимо assistant мы можем использовать такие слова, как helper, deputy и auxiliary. Начнем со слова assistant. Assistant is a person who helps someone as part of their job. Ассистент, помощник, это тот человек, который помогает кому-то другому, потому что это часть его работы. His assistant makes all his appointments. Его ассистент составляет все его встречи или график встреч. Helper is a person who helps someone do a particular job or task, especially without being paid. Помощник это тот человек, который помогает другому выполнять какую-то конкретную работу или задание. Особенно надо учесть, что делает он это без оплаты. The children can be my helpers for the day. Дети могут быть моими помощниками на этот день. Deputy is a person who makes decisions when the manager or boss is away. То есть, deputy это человек, который принимает решения, когда управляющий или начальник отсутствует. She's acting as deputy while her department manager is in hospital. Она действует как замначальника, пока ее менеджер по департаменту находится в больнице. И последнее слово, слово auxiliary. Auxiliary is a person who helps other workers. Слово auxiliary обозначает человека, который помогает другим работникам. He works as a nurse in auxiliary in the local hospital. Он работает как помощник медсестры в местной больнице. Синонимами, помимо слова aware, являются такие слова, как conscious, alert, informed, mindful. И также мы с вами пройдем два антонима. Unaware, ignorant. Итак, что же такое aware? Aware means knowing about things that are happening or about facts. То есть, aware означает, когда вы знаете о вещах, которые происходят, либо знаете о каких-то фактах. То есть, соответственно, aware действительно осведомленный. Смотрим пример номер один. I'm not aware of any problem. Я не знаю ни о какой проблеме. Или я не осведомлен ни о каких проблемах. Is he aware that we have to decide quickly? Он знает о том, что мы должны решить быстро. Следующее слово – это conscious. Используется в значении сознательный. Давайте почитаем определение. Conscious – awake and able to know what is happening around you. Когда ты проснулся и понимаешь, что происходит вокруг тебя. Слово conscious часто используется в двух основных смыслах. Как сознательный в целом. То есть, как он сознательный человек. Более абстрактный смысл. И также conscious – очень часто используется как медицинский термин. Человек, находящийся в сознании. Conscious. She was conscious during the operation. Она находилась в сознании во время операции. Следующее слово – это слово alert. Alert means watching or listening carefully. Ready to notice something. Alert обозначает смотреть и слушать очень внимательно. Когда вы готовы обратить внимание на самую мелкую деталь. Alert имеет такой перевод – бдительный или настороженный. The patient is still very alert mentally. Пациент все еще очень насторожен в эмоциональном плане. Young people have to be alert to the dangers of drugs. Молодые люди должны настороженно относиться к опасности наркотика. Следующая группа слов. Informed. Let's read the meaning. Informed means having a lot of information or having the latest information. Осведомленный, информированный – это значит имеющий много информации, либо имеющий саму последнюю информацию. The latest – последний или текущий, или самый актуальный. The program is aimed at highly informed viewers. Программа ориентирована на высокоинформированных зрителей. Последний синоним – mindful. Mindful means remembering or thinking about something carefully when doing something. Mindful обозначает помнить или думать о чем-то очень внимательно, когда вы выполняете какое-то другое дело. He is mindful of his responsibilities as a parent. Он внимательен по поводу своих обязанностей, как родитель. You should be mindful of the risks you are taking. Ты должен быть более внимательным по отношению к рискам, которые ты берешь. Unaware means not knowing facts or not realizing that something is happening. То есть определение полностью противоположное. Aware – ты понимаешь, что есть эти факты, есть такая ситуация unaware. Соответственно, ты не знаешь о фактах, не осознаешь, что что-то происходит. Ignorant means not knowing things that it is important to know. Мы видим, похоже на русское слово «игнорировать», да, и действительно нечто общее здесь имеется. Ignorant имеет значение не понимать вещи или не знать о тех вещах, которые нужно знать. То есть когда ты их, скажем так, игнорируешь. Самый близкий термин русский – это невежественный. То есть когда ты их, скажем так, игнорируешь.